Сегодня мы проводим очередное совместное заседание Террористической комиссии Республики Калмыкия и Оперативного штаба в Калмыкии. Сегодня у нас с вами на повестке дня один вопрос. Традиционно в преддверии крупных политических событий в стране, в коем относится празднование Дня России, и мы проводим с вами подобного рода мероприятия, для того, чтобы в первую очередь убедиться в том, что все те меры, которые предпринимаются органами исполнительной власти как федерального, так и республиканского уровня, направлены на сохранение правопорядка общественной и политической стабильности в регионе, ну и, конечно же, выработать для себя программу действий на ближайшую перспективу с учетом, еще раз повторюсь, предстоящих политических событий в стране. Но, несмотря на то, что мы сегодня будем говорить конкретно о обеспечении общественного порядка в дни праздника, я хотел бы упомянуть еще об одной детали, которую мы, наверное, в рабочем порядке сегодня тоже должны обсудить, но я хотел бы, чтобы она вошла в протокол сегодняшнего заседания. Это празднование 45-летнего юбилея Калмыцкого государственного университета имени Абасана Дмитриевича Гордеякова. На это мероприятие, которое пройдет в течение трех дней, мы ожидаем достаточно большое количество гостей. И что самое невыловажное, это будут гости из зарубежа, как ближнего, так и дальнего зарубежья. Это были чрезвычайные полномочные послы стран, граждане которых учатся у нас в республике. Вот этот момент мы тоже должны с вами сегодня обсудить. Я думаю, это было бы правильно. Уважаемые коллеги, предлагаем мой регламент основной докладчики до пяти минут, в процессе обсуждения до двух-трех минут. Еще раз хочу повторить следующее. В целом, на сегодняшний день республика в регионе есть и остается стабильной, но, однако же, существующие предпосылки как общемирового характера, так и в ближайших к нам регионах заставляют нас применить весь свой механизм влияния и возможностей для того, чтобы сохранить нынешнее положение дела в регионе стабильным и спокойным. В части, касающейся, в первую очередь, конечно же, обеспечения безопасности жизни и здоровья наших граждан и, не менее же, в первую очередь, обеспечения проведения всех политических мероприятий в республике на соответствующем должном уровне. Спасибо вам, честь это в нашей сегодняшней работе. Спасибо. Спасибо.